Привет, друзья! Я микрофон проверяю, поставлю наиболее устойчивые пози, вот так вот. И оно не падает теперь. Но мне очень важно проверить, какой звук будет. Вы, пожалуйста, мне комменты напишите, какой звук, потому что мы с Романом Газенко будем делать вебинар, и там надо, чтобы звук был отличный. И поэтому одновременно я вам хочу сказать кое-что. Вот мне сейчас пишут, и в личке пишут, и по-разному пишут, и звонят. Оказывается, наши, вот эти вот, ликбез наш, который мы проводим вот так регулярно, очень многим помогает. И поэтому я вам хочу сказать, там такие вопросы пишут, но прям просто оказывается так много людей нуждаются в этом. Некоторые засыпают, когда смотрят наши ролики, а некоторые действительно волну делают, и от многих проблем освобождаются, от психосоматики освобождаются, разгружаются. Я вам скажу такую вещь, интересно. Чем хорош ключ? Ну, особенно элементы ключ-2. Вот там, значит, есть, вот сейчас я вот в этой новой книге дал несколько таких приёмов, ну, потрясающих, вы попробуйте узнаете. Ну, я вам хочу сказать главное сейчас, чтобы ещё больше помогло. Ещё больше помогло и всем, которые ещё этого не знали. Дело в том, что ключ позволяет синергировать эффекты самых разных методов. Вот, например, есть медитация. Есть двигательная медитация. Есть ещё вот выговаривание, психоанализе. Там, оказывается, поток работает. Это я вычислил. То есть, когда человека, ну, психоаналитик наведёт вопросами на больную точку души, и он начинает выговариваться, 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 выговариваться и освобождается. Вот в чём дело психоанализа. Это я вычислил. А теперь слушайте. Если вы соедините одновременно двигательную часть, если вы соедините одновременно медитативную часть, если вы одновременно соедините поточное выговаривание, если вы одновременно соедините, как я в прошлый раз говорил, переход от выговаривания, ну, когда вы как бы причитаете, жалуетесь на жизнь, там, бурчите себе под нос, Когда вы это делаете на малой амплитуде, то есть тихим голосом, легко, без напряжения делаете, 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 делаете. Потом закономерно получается, что у вас разгрузка идёт. И закономерно получается, что вы независимо от того, верите вы в это, не верите вы в это, независимо от того, как вы к этому относитесь, закономерно происходит эффект раскрепощения с тем, что вот это вот причитание, бурчание, проговаривание вы потом начинаете, ну независимо ни от чего. Вот вы, допустим, исходно в плохом состоянии были, в такой глубинной неуверенности, в таком каком-то состоянии, ну в плохом состоянии. А тут вдруг начинаете вот так потихоньку себе проговаривать, вот как мне плохо, как мне плохо, ну что же делать, за что же мне такое наказание. Ну проговариваете всё, что в голову приходит. Тихо проговариваете, без всякого напрягивания. Ну как ребёнок, стонет, причитает, когда он болеет, особенно причитает, побудьте ребёнком, да. Ну это упражнение такое, упражнение по-тое такое. Вот вы проговариваетесь, 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 тихонько, да что же это такое. Даже не зная о том, что произойдёт, вы представляете, что получается. И вдруг вы, когда вы проговариваете, всё, что в голову приходит, все эмоции, все обиды, все страхи проговариваете, всё, что в голову приходит, вербализуете. На уровне сознания вербализуете. Это что же происходит? Это автоматически происходит. Автовыговаривание, как автописьмо, оно тоже помогает. И получается синергетический эффект. Понимаете, вот эта волна, когда вы делаете это проговаривание, вот качаясь из стороны в сторону, или по кругу, как тебе удобно, или что я делаю, шалтай-болтай, как вам удобно, и вы плакиваетесь, как у вас получается, и зеваете, как у вас получается. То есть, по сути, вы пускаете пару, условно говоря. И у вас вдруг происходит, независимо от того, ждете вы чего-то или не ждете, закономерно, неодолимо, потому что это не психология, а это психическая нейрокибернетика. Это законы природы так работают в организме, мозг так работает, он так устроен, это природа наше, естество наше. Поэтому и в религиях во многих молитва повторяемая снимает напряжение, там же тоже вот это выговаривание как бы на автомате происходит. Вот вы представляете, да? Вы таким образом, получается, когда вы выговариваетесь, хочется махать руками при этом, машите руками, хочется при этом. И вот там такое таинство происходит, ну, в кавычках говорят, таинство. Но это таинственное явление человеческой психики, да, их надо открывать. Так я годами это открывал, как ученый. Так послушайте, там такое интересное событие в какой-то момент, когда вы себе под нос бурчите. А я ходил обычно по комнате туда-сюда, и так, чтобы никого не раздражать. Ходишь, там себе бурчишь под нос, как больной, да, ну, чтобы никто тебя не видел, а то подумаешь, что чокнуть. А это упражнение специальное. И вот вы делаете, оно исцеляющее. Вот посмотрите, как интересно. Вы ходите туда-сюда, или сидя, или качаетесь вот так. То есть находите для себя максимально комфортную форму, без всякого напряга. Поэтому вы говорите стихо-тихо, там, стонете, там, сопите себе, как ребенок, там, причитаете, стонете, если хотите, обиды свои высказываете. Говорите, да что же мне жизнь такая, да что же так получилось, ну, за что же мне... Ну, короче, говорите, говорите, говорите. Почти жопы, да, даже можете по одной себе. Раскачиваясь, или делаешь алтай-балтай, или другое, любое, повторяемое, комфортное, для вас действия. Можете это лёжа делать. Понимаете, можете ногу одну качать. Это так интересно, и потом вы вдруг замечаете, эффект наступает, закономерно. Независимо от того, веришь ты в это, не веришь ты в это, это психокибернетика мозга. И вдруг происходит какое-то раскрепощение, потому что это прям разгрузочный. Вдруг происходит какое-то раскрепощение, ну, как будто ты немножко алкоголя выпил. На самом деле, вот это такое удивительное событие, когда вдруг ты и шепота можешь постепенно чувствовать, что ты выходишь на громкость голоса, то есть амплюда меняется, ты раскрепощаешься, и у тебя появляется, тебе петь хочется, и ты начинаешь пропевать эти мысли, которые в голову лезут, лезут, и ты вот можешь выговаривать, 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 потом ты пропеваешь, 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 у тебя появляется, если была глубинная неуверенность какая-то там, ну, какая-то была глубинная неуверенность, но это состояние такое, вы понимаете, Это абсолютно плохо. И вдруг постепенно, естественным образом, через это начинает происходить раскрепощение. И вдруг у тебя появляется какая-то уверенность. То есть это такое ощущение, как будто груз упал с плеч. Это какой-то такой триггерно-квантовый переход. Но это же волна. Волна в жизни тоже. Зигзаги и удачи, зигзаги и неудачи. Когда-то вы чувствуете себя плохо. А когда-то у вас такое состояние. Да, такое прямо. И вот здесь тоже то же самое происходит. Такая синусоида. И помните, если вы так несколько дней будете в удобное для себя время делать, вы выйдете из какой-то очень большой кризисной ситуации. Это удивительная штука. Да, но я хочу похвалиться. На самом деле это я придумал и горжусь этим. И очень миллионы людей уже пользуются. Вы понимаете? Это так здорово, когда вы бессознательные эмоции вербализуете, то есть выговариваете. Потом пропиваете. Одновременно, когда вы делаете поточно, поточно, получается одновременный психоанализ. Психоанализ, который, ну почему психоанализ работает, то именно за счет вот этой непрерывности проговаривания. Ну поэтому женщины выговариваются, поэтому бабушки тоже выговариваются на внука. Ну что ты там не поел, наверное, давай кушать, садись там. Ну они же все время это делаются, ты понимаешь? Это так здорово, потрясающая штука, ей-богу. Видите, я вот так вот сижу и тоже вот так делаю. Это тоже волна, это какое-то попеременное напряжение, расслабление. Поэтому это мне помогает потоку мыслей, чтобы они были свободны. Я таким образом снимаю лишнее напряжение. Или вот так вот. И вы так делаете. А в жизни так делать не надо. В жизни культура есть. Где-то надо быть собранным, где-то надо быть мобилизованным. А это для восстановления, это мозговой санаторий, это путь к мозговому санаторию, к набору сил, к набору восстановления, к набору энергии. Это целебная вещь, целебная. Да, поэтому давайте, а потом вот хочется петь. Да на самом деле, как будто немножко выпили. Да потому вино и существует. А здесь включаются эндорфины. Ваше природное богатство в вашем организме. Друзья, пользуйтесь. Ну, хотя бы попробуйте, кто не знает. Вы что? Это такая вещь, это же научное чудо. 21 века. Такого раньше не было. Синергетическое соединение, психоанализа, медитативных техник, можете дыхательную технику включить. Вот у нас есть ключевое дыхание, одна минута. Ее можно соединять с любыми техниками дыхания. Главный принцип, помните. Никакого насилия над собой, никакого перенапряга. Делать только то, что вам максимально комфортно. Этого раньше никто не знал. То, что вам комфортно, это то, что вам подходит. Поняли, да? Намек, как говорится, поняли? Пользуйтесь, друзья. От многого спасает. До встречи.